Ребята, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы. Огромное спасибо всем тем, кто уже сейчас поставил лайк авансом. И мы начинаем эту серийку. Сегодня по плану дальнейшая подготовка сливы к Сочи. Плюс надо заехать еще в СПБ Тюнинг. Там кое-какие ништяки пришли. Также заедем в Бус Моторс, но сегодня будет без зимнего дрифта, без жига дрифта. Температура на улице минус 3. В принципе, еще сегодня, наверное, завтра покататься можно. Но я за эти два дня так накатался, что сегодня подумал, не ладно, займусь другими делами, другими автомобилями. Связался с Москвой по Геттеру. Процесс там идет. Уже вскрыли мотор, разобрали полностью двигатель. Есть, конечно, там небольшие такие курьезы, именно связанные с предыдущей сборкой. Поэтому бюджеты по стройке и стройке немного увеличиваются. И я понял, что я точно не зря задумал продавать Чайзер, потому что нужен доп. бюджет. Обязательно про это вам расскажу. Думаю, после Сочи, как приедем в Питер, съезжу в Москву и все вам подсниму. Полную дефектовку двигателя. Ну и что мы там будем собирать, что мы покупаем. Небольшая подсказка. Новый блок, новое колено. VR38. Ну и все сопутствующие детали. Вот с такими новостями начинается наша серия. Но я, конечно же, не унываю, потому что мы продолжаем строить тачки. И делать это качественно и круто, что самое важное. Смотрю, конечно же, YouTube. Смотрю, как собирают разные проекты. Кто-то там относится более щепетильно, кто-то не очень. И я думаю, что у меня есть какой-то свой подход, потому что все-таки стараюсь делать все под себя. Даже вот с Чайзером, который сейчас, ну, с ним не очень получилось, да, мягко говоря. Все равно стараюсь доделать все, что мы задумали доделать под себя. А именно там где-то не кроить, не снимать ничего там из дорогого, из тюнинга. А сделать все по совести так, чтобы следующему владельцу, кому он достанется, ну, чтобы он радовал. Понятно, что тюнинг продолжится, вложение продолжится, потому что это дрифтовый автомобиль. Но когда тачка до вас собрана, ну, хорошо, качественно, на хороших компонентах, с прямыми руками, это всегда приятно. В принципе, Чайзер изначально так был и собран. Но когда его продали, получается, вот до меня, на нем просто катали, ничего как бы не делали. И мне уже достался он с небольшими косяками. Ну, небольшие косяки, типа мотор сразу стукнул. Ну и все остальное. Но главное, что мы это доработали, доработаем. Приправили его дополнительными ништяками. И он по-любому будет радовать. Ну, в любом случае, мы вместе с вами покатаемся, все это затестим. Настроим машину и уже только потом будем говорить о продаже. Я сейчас приехал в СПБ Тюнинг, мне пришел фильтр от Бака Радиум. Там недостающие элементы. Это еще один фильтр на 100 микрон. И к нему сменный элемент. Это все пойдет к той моей коллекции, золотой коллекции Бака Радиум, которая ждет про сливу. Я еще хотел сказать, что вот Тюнинг переехал в новый магаз. Зацените. Такой у них новый магаз открылся. Все больше и больше походит уже, знаешь, на гипермаркет Тюнинга. Здесь площадь в два раза больше, да, наверное, в общем, со складом. Там целое помещение-склад, еще даже офис есть. Олды, кстати, вспомнят, как я заходил в СПБ Тюнинг, когда он был еще в супер-маленьком помещении. Там была, ну, просто комната. Наверное, как меньше, чем предбанник весь этот. 12 квадратных метров получается. Это помещение за 10 раз ровно больше. 12 квадратов, да? Чем первое помещение СПБ Тюнинг. Да-да-да. Ручники. Ну, в принципе, весь ассортимент сюда переехал. Я тут только что посидел еще вот в таком ковше с парка. Grid Q называется. Он очень легкий, 6 килограмм весит. Но мне показалось, что у него очень вот широкие вот эти плечи. По плечам вообще прям не прижимает. Здесь нормально. Ковш приколен тем, что, во-первых, он легкий. И ценник у него еще адекватный. Там 36 тысяч или 40. Смотрели ценники на ковши Bright. Сколько там стоит Bright? 100 тысяч, что-то такое. Вровень 80, да. Под 90 тысяч. Под 90 тысяч стоит ковш Bright. Оригинал с амологацией. Его еще надо везти на заказ. Потому что все, что есть сейчас в наличии в России, там уже амологация просрочена. Типа до этого года, до 21. Блин, Bright ковш, конечно, хотелось бы, но ценник капец кусачий. Реально в три раза получается практически дороже, чем с парка. Ну, в два с половиной. Когда я приехал в Lucky Station, посмотрите, как там слива. Блин, она все так же стоит под снегом. Это значит, к ней никто не прикасался. Так как я пришел без приглашений, Семена сейчас нету. Парни тут вовсю работают. Куча тачек в боксе. Ну, слива там, вы видели. Я просто волнуюсь. Она уже должна на этой неделе, в принципе, уехать. Волнуюсь, чтобы все работы были закончены. Мой ковер еще висит. Его надо внедрить, будет просто обратно. Надо, чтобы машина стояла в боксе. Так, по сути, там же оставалось только вентиляторы. Еще там что-то по мелочи. Ну, короче, ладно. В любом случае, созвонюсь сегодня с Семеном. Mazda RX-7. Вы знали тему, что подрамники бывают разные? Именно с 15-й, 14-й Сильвии и Лауреля. Самый прикол в том, что вот этот подрамник снят с 14-й Сильвии, но оказалось так, что у него совершенно другие формы. Хотя по креплениям он полностью подходит. И по редуктору, и по креплениям кузова. А вот здесь формы другие. Вот по сравнению с подрамником С-14. Ребята предполагают, что это с С-35 Лауреля и, типа, немножко другой формы. Я вот этого не слышал. Я думал, что с 35 Лауреля совершенно одинаковый подрамник. Но оказалось, что, видимо, нет. Это все не сана нюансы, если что. Так, на первый взгляд, вот эти места очень бросаются. Здесь они более плоские. Вот здесь какие-то есть отростки. Здесь их нету. Здесь еще оказалось, что сам подрамник, именно по креплениям рычагов, на 3 см шире. То есть, грубо говоря, у этого подрамника будет, если все рычаги поставить, база шире, чем у этого подрамника. Этот подрамник С-14. Что-то такая небольшая дилемма. Но готовят вот уже вот этот подрамник. Видите, его усиливают. Вот этот кит усиления вставляют. С-14 уже тут вся проварена. Заценим, как это все сделано. Видите, проварены лонжероны. Здесь все отмечено, чтобы было на одинаковом расстоянии, видимо. А не от балды. Выглядит очень даже неплохо. Закладные под башбар. Кто-нибудь заметил еще одну проварку? Здесь будет стоковый бак пока, так как она делается под регламент запада. И там можно стоковый бак. Поэтому здесь будет расположен стоковый бак. В принципе, там стоковая топливная станция. Внутри арок тоже все проварено. Короче, везде, где вы видите вот такой шов, это все проварено. Реально, тут весь кузов проварен. Я даже удивлен, что вот такой подход плотный. Весь-весь кузов. Совместно с каркасом, я думаю, это дает очень большую жесткость. Это часть от усиления подрамника. Сейчас, так сказать, стейдж 2. Видите, вот эти отверстия, они теперь выпрессованы. Это придает дополнительную жесткость. У меня эти отверстия были на стейдж 1, они были просто вырезаны. Этот кит можно приобрести тут в Lucky Station. Кому интересно усилить свой сливу подрамник? Я сейчас приехал в Boost Motors, и мне на днях пришла коробка 154. Моя усиленная 154 коробка, помните, которую я покупал на сливу, получается, в прошлом сезоне. Усиленная коробка, это не кулачковая. Это получается 154 с усиленным рядом. С которой периодически возникали у меня проблемы, но в итоге-то эти проблемы с самим усиленным рядом никак не были не связаны. И перед тем, как поставить кулачковую 154, я ее снял, потому что там не высовывалась четвертая передача. То есть, если в четвертую вставить, то сбросить на нейтралку или на любую другую передачу было практически невозможно. Надо было полностью остановиться, вот так вот там дергать, дергать, дергать. Эти проблемы начались сначала с тем, что плохо вставлялась четвертая, со скрежа там еще там с чем-то. Потом и вовсе она как стала вставляться, больше не выдергивалась, короче, оттуда. Надеюсь, нормально объяснил. Сейчас читаю вот список, что там сделали. Первичный вал, четвертая передача написана. И синхрон просел на третий. Видимо, не до конца сцепа работала. Но на самом деле сцепа работала до конца, потому что, ну, на этой сцепе, на которой я катался, на этой коробке, я ездил, ну сколько, года два ездил, с ней все было в порядке. А на четвертый синхрон и зубья слезала. В общем, эту коробку заребилдили. Теперь она в хорошем состоянии. Это получается у меня в зипе 154 усиленная коробка. Когда-то она стоила 200 тысяч. Сейчас я не знаю, сколько она стоит. Так она выглядит, ну, в принципе, как 154. Можно, в принципе, с собой ее взять в Сочи. Ну, на всякий случай. Понятно, что, надеюсь, что с кулаком ничего не случится. Но почему бы не иметь запасную коробку, если она тем более есть. Также сегодня в SPB-тюнинге, кстати, заказали трехдисковое сцепление у S-Geekin, точно такое же, как стоит на сливе, чтобы оно лежало, ждало просто про сливу. К Чайзеру пока не удалось парням тут подойти за эти дни. Он так и стоит, вот как раз-таки, с недокинутыми пайпами, с проводкой. Осталось буквально немножко, чтобы оживить его уже, но, к сожалению, сейчас нет времени, чтобы взять и заняться Чайзером. Сейчас мы еще уедем в Сочи. Тоже опять неделя будет простое, к сожалению. Ну, что поделать? Про этот экспонат вообще ничего не говорю. Это реальный долгострой. Реальный долгострой. Предложите в комментах, что вообще можно сделать сливой. Сделать ее как вторую машину, как вторую там боевую жигу, или сделать ее как, не знаю, просто какой-то интернет-проект, знаете, типа сделал и куда-то там ее дальше пустил, не знаю, продал, еще что-то там разыграл. Ну, если разыгрывать ее, то надо точно сделать это с кем-то в коллаборации, чтобы это было приятное с полезным. Так, конечно, не хотелось бы разыгрывать. С другой стороны, я понимаю, что первый выезд, второй выезд, третий выезд, и, конечно же, от нее нормально ничего не останется, потому что если нормально на ней дрифтить, то, ну, соответственно, будут какие-то уроны, демейджи. Так смотришь на это все, конечно, такая красивая, ровная. Все переварено, все сделано. С другой стороны, зато крутая тачка с правым рулем, Жига, все-таки, ну, что-то такое эксклюзивное в любом случае. А тем более мне, как любителю ЖДМа, как любителю правого руля, иметь праворульную Жигу, наверное, круто. Покупка Ривы была, конечно, спонтанная, она была больше, знаете, на амбициях, потому что не самая лучшая машина была по состоянию, я понимал это, за дорогую цену, потому что она стоила мне 100, 150 тысяч, по-моему, или нет, я, по-моему, сторговал 140, короче, 140 тысяч она мне стоила в таком себе состоянии, но зато Рива. Ну, плюс, естественно, я сразу еще вкладывал вот в эту постройку всю, которая так как бы особо не состоялась. Ладно, дело как бы не в деньгах даже, которых вложил, потому что все равно это как бы, ну, я оцениваю как просто работа, работа с тачкой, работа над контентом, да, все-таки как бы вкладывала все равно в себя, все равно контент какой-то по ней был. Здесь даже важен не сам контент, а сам процесс, который мы делали, ну, который мне доставлял в любом случае удовольствие. Сейчас понятно, что пока она в подвешенном состоянии, в таком, в прямом смысле этого слова, ну, она пока ничего из себя не представляет, да, но когда процесс шел, когда процесс идет, ну, мне это реально в кайф. Вот, особенно, когда мы строили здесь, в этом гараже четверку, я понимал, что это как бы не моя машина, я понимал, что мы ее там разыграем, отдадим, да, но было приятно все равно, как бы, понятно, что, может быть, своими руками я сделал, ну, чего-то там не совсем много, что я сделал своими руками, потому что все сделали бусты, но все равно я как бы курировал этот проект, ездил, покупал запчасти, покупал этот двигатель, там что-то сращивал, туда, вся эта вот эта логистика, ну, короче, принимал участие все равно, ну, немалое участие, потому что, ну, так как в любом случае это все дело надо сращивать, тем более финансово это все сращивать и без этого как бы никакая постройка хорошего проекта не обойдется короче даме все равно тогда вот на тот момент нравилось что идет процесс мы делаем что-то крутое я вам это все показываю вот именно вот это мне в процессе очень нравится ну и конечно же на ней подгонять сколько пять этапов на красном кольце это тоже довольно респектово это то что мне запомнится очень надолго и запомнилось и опыт этом получил опытом вождения до машины так и в принципе опыта зимнего дрифта в условиях красноярска красного кольца и всей этой атмосферы подытожу мою мысль что я кайфую когда вот идет какой-то процесс когда конечно процесса нету сразу какие-то мысли а нужно ли мне это может быть это надо там продать может быть надо что-то другое взять вот возможно с чейзером также до какой-то мере потому что он тоже как бы застыл у нас с лета и все никаких движений я думаю у меня просто есть этот кузов который там без мотора вечно зачем он мне нужен но сейчас когда уже почти доделаем я понимаю уже трезво что просто нужно и финансы на другую машину на другой проект и как бы несколько проектов держать в подвешенном состоянии это неправильно точно сейчас получается надо пожертвовать чайзером чтобы до собрать более мощный проект в gtr но чайзер хорош в любом случае чайзер хорош рива вид спереди у нее кстати стоит типа красноярский выворот от какой-то конторы я забыл кто делает такие фиолетовые рычаги нижний рычаг сток пружины аморта техно рессор 14 тормоза даже диск тут вентилируемый перфорируемый модно двигателя нет но двигатель принципе на нее где то есть не где-то а в том боксе разобранный блок там же блок у нас еще надежда короче этот строкер кит два литра восьмиклов там должен быть интересный двигатель именно такой ледовый двигатель конечно круто будет на нем погонять именно по льду потому что как вы поняли по вчерашнему видосу к дрифту по льду я реально проникся потому совершенно другая тема нежели чем там трифта парковка эх вот она сотая школа 125 имя тут звонили сказали что бампер и крыло готово можно забрать поэтому чайзер как технически так и по хузову будет офигенен это все не может не радовать как я уже говорил не хочу не собирать там типа не пойми как ай ладно продаю и продаю все равно там типа купит нет ни в коем случае долго но зато добротно наверное можно было выбрать путь быстро и типа как попало но это не мой варик ну во всяком случае не не в этом плане на не плане не ривы не в плане чайзера короче как говорил бас влог он тут занял реально все подъемники в бусмотрсе ты его приора еще он купил у пацанов мпс q тройку уже купила разбираете да уже тюнинг или просто доработки ты ушки купил изначально тут есть свои проблемы он решил сразу исправить ну правильно коробку надо снять коробку перебрать опять передача нет ну и сцепление проверить парни продавали самую дешевую мпс q по рынку будет пулять 300 сил что еще надо уехал из бусмотрса еду сейчас по каду блин жесть тут тачка горит все вообще просто дотла это мини-купер офигеть во она рванула по жесть видимо уже нормально времени прошло потому что там уже столько тачек стоит ли но пожарки что до сих пор нету как я не раз говорил четвертый этап сочи дрифта он будет на трассе формула-1 в повороте будет довольно такой прикольный конфиг я назвал его чисто дрифт кружок постановка сразу круг и потом выход там по моему с одной перекладкой так вот он так как он будет на трассе формула туда даже допустят зрителей на трибуну там вроде уже даже открыто продажа билетов прошлые разы зрители не пускали все зрители стояли вдоль забора хоть они там были с баннерами но все равно довольно много людей там стояла меня много кстати кто stories отмечал спасибо вам по возможности всех почти репостил кого были сняты какие-то интересные проезды в этот раз зрители пустят на трибуну это на самом деле очень круто ну и на этой ноте наш ролик подходит концу огромное спасибо что посмотрели его спасибо за то что поставили лайк написали коммент с вами был серега силов стройте тачки и до новых встреч